В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В поселке Лопатина состоялось открытие третьего корпуса дошкольного отделения Лопатинской школы. Я рада, что теперь хожу в садик. Я просто не ходила никогда. 54-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа впервые более чем за два года прошло в очном режиме. Приступаем к работе. Повестка у вас на руках. На фасаде первой Видновской школы открыта памятная доска капитану Виталию Кокорину, погибшему при исполнении боевого задания. Дорогие ребята, мальчики и девочки, теперь каждый день, приходя в школу, вы будете видеть и помнить. На фасаде первой Видновской школы была открыта памятная доска капитану Виталию Кокорину, погибшему при исполнении боевого задания во время специальной военной операции. В свое время командир роты спецназначения окончил это учебное учреждение. Дань памяти герою сегодня отдали нынешние выпускники. Подробнее в репортаже Юлии Погасьян. Ими гордится вся страна. Сильные, отважные. Сжимается сердце, когда приходят тревожные вести о гибели героев специальной военной операции. Такие слова сегодня звучали среди участников мероприятия по случаю открытия памятной доски Виталию Кокорину. В числе гостей много его друзей и одноклассников. И, конечно, родители. Конечно, мы вложили в воспитание сына все, что могли. Но надо отметить, что также и школа вложила, наверное, не меньше его формирования, формирования его характера. Научили его дружить. У него было очень много друзей. Он вообще был очень жизневеселым человеком, несмотря на свою профессию. По признанию родителей Виталия, школу он очень любил. Все 10 лет проучился в Первой Видновской. Здесь и было принято решение установить памятную доску человеку, который отважно сражался и геройски погиб при исполнении боевого задания во время специальной военной операции. Просто выразить словами нельзя. Огромные слова от благодарности великой родителям за воспитание героя. Дорогие ребята, мальчики и девочки, теперь каждый день, приходя в школу, вы будете видеть и помнить, и хранить эту память. Минута молчания и участники мероприятия возлагают цветы. На лицах многих слезы. Подвиг, который совершил ваш бывший ученик школы, военнослужащий, офицер, действительно достойный и уважения, и низкого поклона. Большой вклад в работу по сохранению памяти Виталия Кокорина, который посмертно был награжден орденом мужества, вносят представители общества ветеранов. Они, как и другие неравнодушные люди, сегодня здесь вспоминают военнослужащего. Юлия Погасян, Александр Логин, Екатерина Давлятова. Видно этого. В поселке Лопатина состоялось открытие третьего корпуса дошкольного отделения Лопатинской школы. Новый детский сад, рассчитанный на 200 детей, оснащен всем необходимым и полностью готов к встрече своих воспитанников. Долгожданное открытие нового детского сада стало настоящим новогодним подарком для местного населения. Ведь в микрорайоне в основном проживают молодые семьи с детьми дошкольного возраста. Наш глава узнал об этом и однажды сказал так, мы в Лопатина построим самый лучший детский сад. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский, конечно же, не смог пропустить торжественное мероприятие и приехал поздравить воспитанников и педагогов. Детский сад в Лопатина, это был построен по государственной программе, с некоторым опережением сроков тех, которых не на флажке, не в экстренном порядке, а как вы смогли сегодня убедиться, абсолютно методично проработан, оснащен полностью и готов принимать мальчишек и девчонок. После символического перерезания ленточки гости отправились на небольшую экскурсию по дошкольному учреждению. Двухэтажное здание сада площадью почти 300 квадратных метров рассчитано на 8 групп для детей от 2 до 7 лет. Район у нас молодой, у нас очень много молодых семей, и поэтому потребность в детских дошкольных учреждениях очень актуальна. И мы очень благодарны нашей администрации за то, что она предоставила нашим детям возможность получить детский сад, оснащенный в соответствии с последними тенденциями. Помещения укомплектованы всем необходимым игровым и учебным оборудованием. Для проведения праздников в учреждении предусмотрен большой музыкальный зал, а чтобы заниматься спортом – физкультурный. Открытие социального объекта – это всегда радостное, долгожданное событие. Ведь мы предоставляем не только путевки для детей, но и рабочие места. И это возможность нашим жителям работать у дома. Алена Рябова – мама воспитанницы нового детского сада, 6-летней Виктории. Признается очень довольна, что учреждение находится рядом с домом, и дочка с нетерпением ждала начала занятий. Она очень рада, у нее тем более год до школы, она сейчас подготовится больше к школе, к первому классу. И она очень рада, она любит с детками общаться, она обожает педагогов, учится хорошо, воспринимает всю информацию. Я рада, что теперь хожу в садик. Я просто не ходила никогда. Стоит отметить, что в этом году в муниципалитете открылись 4 дошкольных учреждения. У нас до конца года еще пятый детский сад Южной Бицы, 325 мест, и мы уверены, что он будет веден для того, чтобы после Нового года распахнуть свои двери. Ну и следующий год начнем, я думаю, ближе к 8 марта в пригороде Лесной, тоже большой детский сад инвестиционный. Будем открывать. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. 54-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа впервые более чем за два года прошло в очном формате. Начиная с весны 2020 года, когда был объявлен режим самоизоляции, народные избранники обсуждали вопросы дистанционно. Приступаем к работе. Повестка у вас на руках. Кворум у нас есть, 27 человек. 54-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа объявляю открытым. Повестка дня заседания включала 6 вопросов, касающихся хозяйственно-административной деятельности муниципалитета. Среди прочего, депутаты внесли изменения в бюджет округа на 2023 год. Стоит отметить, что бюджет сохраняет социальную направленность, предусматривает комплекс мер по поддержке населения. Основными причинами внесения изменений в бюджет городского округа является необходимость уточнения основных параметров бюджета с учетом ожидаемого исполнения бюджета, уточнение объема межбюджетных трансфертов и дополнительного выделения средств в целях финансового обеспечения приоритетных задач. 54-е заседание Совета депутатов заключительное в этом году. Первое состоялось 3 февраля, и всего их было проведено 13. На них народные избранники рассмотрели более 70 различных вопросов. Сотрудники уголовного розыска Булатниковского отделения полиции МВД России по Ленинскому городскому округу задержали пятерых уроженцев ближнего зарубежья в возрасте от 33 до 38 лет, подозреваемых в совершении серии краж. Установлено, что злоумышленники незаконно проникали в помещения тепловых пунктов многоквартирных домов, расположенных в поселках Дрожжино и Боброво, откуда похищали дренажные насосы и электроприводы. В дальнейшем сбывали краденое, а вырученные деньги делили между подельниками. Сумма ущерба составила свыше 5 миллионов рублей. За что вы задержаны сотрудниками полиции? Сказали, что подозревают кражи с домов, кражи насосов или чего-то. Вы вину свою не признаете? Нет, я ей не виноват. По данным фактам, следователям следственного управления ОМВД возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации Видновским городским судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Во дворце Спортовидное прошел ежегодный фестиваль «Город жизни» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие проходит в округе уже в седьмой раз. Чем на этот раз порадовали организаторы, расскажет наш корреспондент Екатерина Борисова. В этом году ежегодный фестиваль «Город жизни» для людей с ограниченными возможностями здоровья посетили свыше 200 человек. Праздник нацелен на то, чтобы показать, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут проявлять себя в различных сферах, как в спортивной, в творческой. Ну и тут, собственно, представлены организации, которые могут в нашем городе оказывать им услуги. Традиционно было организовано несколько интерактивных зон. В фойе дворца Спортовидное консультировали педагоги, работающие с различными задержками развития. Также гости смогли посетить и небольшую выставку. Это выставка инклюзивного клуба «Дорога в жизнь». Дети нарисовали, дети 18+, и также ручной труд. И задачей была вообще «Город жизни» нарисовать. Мы пробуем разные техники в клубе, дети радуются, что они могут. И это выставляется, еще какие-то призы мы берем. Большой игровой зал Дворца спорта поделили на творческую и спортивную зоны, и импровизированную сцену. Гости фестиваля могли поучаствовать в спортивных эстафетах и различных мастер-классах. Центральная библиотека приготовила мастер-класс по оригами. Мы делаем и снежинки, и зайчиков. И мне кажется, что ребятам проще всего сделать что-то из бумаги. Мы сегодня рисуем по воде, это Эбру рисование. Вот дети очень увлеклись, им очень нравится. Эбру – это развивает очень творческую фантазию. Вообще, это работа с красками, это поднятие настроения, это какие-то эксперименты, опять-таки, для детей. Они же любят вот это все в воде поковыряться, красочки помазаться. И потом, главное, красивый результат получается. Аня и Вероника Столба пришли на фестиваль вместе. Рука об руку участвует и в разных активностях. Спортсменка Аня во всем поддерживает свою солнечную сестренку. Вот рисунок в технике Эбру помогла закончить. Мы очень довольны, здорово организованы. Чувствуется, что детям рады. Чувствуется, что мы можем здесь получить ту помощь, которая нам нужна. Но, конечно, самое главное – действие развернулось на импровизированной сцене. Ведь артистами были сами же гости праздника. Заместитель главы администрации Татьяна Квасникова не удержалась и тоже пустилась в пляс с ребятами. В этом году почетным гостем праздника стала детская писательница Татьяна Синичкина. Она подарила всем участникам фестиваля свои книги из серии «Доброта в ладошках». Для меня это очень, конечно, трогательно и радостно. Мои сказки о добре, о любви, о прощении, о том, что надо никогда не сдаваться, не унывать, всегда прощать. Все гости фестиваля унесли с собой не только хорошее настроение и, собственно, ручно сделанные подделки, но и фотографии на память. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.